Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем с вами на библейском портале «Экзегет» размышлять над очень важной темой – чудеса и знамения. Чудеса и знамения Христа, Спасителя мира, святых апостолов, которые получили от Господа дар совершать знамения и чудеса, как вспоможение проповеди Слова Божия. И чудеса и знамения вообще в более широком смысле этого слова. И сегодня хотелось бы ваше внимание обратить и призвать вас, кому это интересно, задуматься вот над чем. Что само по себе стремление видеть знамения и чудеса, а иной раз даже и самим их совершать, оно не должно остаться без серьезного смысления православного верующего человека. Почему? Потому что святые отцы церкви, преемники апостолов по благодати, те, которые действительно, вот если вспомнить слова святого апостола Павла, стали сосудами благодати Духа Святого, которые Слово Божие читали и воплощали в своей жизни, святые отцы церкви очень серьезно относились и очень предосудительно относились к вот этой чудомании, как бы мы сказали современным языком, то есть искание знамений и чудес, желание их видеть, а иной раз даже желание самим эти знамения и чудеса творить. И в первую очередь хотелось бы сегодня вам зачитать из произведений преподобного Исаака Сирина, одного из выдающихся наставников христианской православной духовности, великого аскета, богодухновенного мужа, Слово 36. О том, что не должно желать или домогаться без нужды, иметь у себя в руках какие-либо явные знамения. Господь не во всякое время, хотя Он близок к святым Своим, в помощь им без нужды явно показывает свою силу в каком-либо чувственном знамении, чтобы, оказывая им помощь, не сделалась бесполезной и не послужила к большему вреду. Ну, конечно, стиль речи очень глубокий, тут надо вдумываться в каждое слово, когда мы читаем преподобного Исаака Сирина. Смысл какой? Что Господь, хотя и близок к святым Своим, не во всякое время сразу же спешит, скажем так, творить знамения чудеса в вспоможении им, чтобы его помощь не оказалась бесполезной и не послужила к вреду. Конечно, когда, например, современный человек, может быть, даже неукорененный ни в Священном Писании, ни в святоэтической мудрости, когда такое услышит, может возникнуть даже вроде бы закономерные вопросы, протесты даже. Ну, как так? Если Бог и так близок к святым Своим, почему же Он не творит, не спешит творить знамения чудеса? Какие могут быть от знамений чудес Божьих, какая может быть от них вред? И далее поясняет нам преподобный Исаак Сирин. «И делая сие, промышляет Господь о святых, и желая показать им, что и на час Он не прекращает своего тайного о них попечения, но во всяком деле предоставляет им, по мере их сил, показать свой подвиг и потрудиться в молитве». То есть Господь хочет, чтобы возлюбленные чадо Его потрудились в молитве и проявили подвиг, а не так, как малые дети что-то попросили и тут же получили, чтобы духовно возрастали верные Ему, Ему духовные чадо. «Если дело побуждает их, препобеждает их трудностью, то есть если какой-то подвиг или какое-то искушение или болезнь препобеждает человеческое естество своей трудностью, и когда из не могут они и не в силах будут совершать дело своего, потому что недостаточна их природа, тогда сам совершает по величию державы своей, как сам знает, «и получают они надлежащую помощь, сколько можно, укрепляет их Господь втайне, пока не укрепятся против скорби своей. Ибо делает это Господь сведением». То есть, обратите внимание, я сейчас своими словами поясню. То есть Господь, видя по своему всеведению, по любви, что кто-то из святых его угодников, из верных ему чад в церкви, сталкивается с трудностью или болезнью, или скорбью, которая превышает человеческие силы, то Господь именно оказывает тогда укрепляющую силу своей благодати, чтобы помочь. «Кто без нужды, пишет далее преподобный Исак Сирин, осмеливается и молит Бога, и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем, ругающимся над ним демоном, и оказывается немощным и тщеславным в совести своей. Ибо в скорби должно просить нам помощи Божией. Без нужды же искушать Бога опасно. Кто желает всего, тот недействительно праведен». Поясним более простым языком, дорогие друзья, эти глубокие мысли преподобного Исака Сирина, что кто без нужды дерзает просить у Бога помощи там, где, в общем-то, можно потрудиться, проявить человеческое усердие, страдание, терпение, и можно какую-то трудность, в общем-то, с Божьей помощью преодолеть. А просит у Бога знамений и чудес, тот показывает свою как бы духовную незрелость, что он неправеден на самом деле, и что он искушается в уме своим демонам. То есть он попал, скажем так, в сети лукавого духа, который через тщеславие как раз уловляет таких вот немощных в совести своей. Потому что без нужды искушать Бога опасно. Вот подвижник нашего времени, преподобный Паисий Святогорец, которого мы с вами, дорогие друзья, достаточно часто на наших встречах цитируем, он даже в такой свойственной манере говорил, «Я всегда прошу у Господа дать мне возможность потерпеть какой-то скорбь, какое-то искушение». Потому что терпение, искушение, скорбей, таким образом приобретается опытность. А просто просить у Бога облегчение – это не совсем свойственно благодарному человеку. Господь иногда может ответить на просьбу человека и подает ему, бывает услышана просьба, и Господь подает ему тому, кто дерзко отваживается просить у Бога, но в таком затем находит место лукавый и ведет его к еще большему искушению. Истинные праведники не только не вожделевают этого, но и отказываются, когда дается им то, что перед отчами людей высоко, а втайне сами себе этого не желают. И далее в этом 36-м слове преподобный Саоксирин описывает случаи, известные ему из древности, когда многие из святых отцов за чистоту своей веры, за чистоту своего сердца сподобляются от Бога дара исцелений или прозрений, вот как один старец получил дарование предузнавать ищущих к нему. То есть люди только приходят к нему с каким-то вопросом, он уже получал от Бога откровение, что за человек, какая у него проблема, какой у него вопрос. И понимая, что ему для смирения, для спасения души может это быть не полезно, то есть может он начать тщеславиться, превозноситься этим даром, который у него есть, и у других, он стал слезно просить Бога отнять у него этот дар. И умолил Господа, что это дарование было у него отнято. Другие же просили, чтобы Господь отнял у них дарование исцелений, потому что там, где дарование исцелений, ты исцеляешь многих людей, и человеческая молва, похвала. А очень мудро в другом месте преподобный Саоксирин говорит, что невозможно человеку слышать похвалу без вреда для своей души. И там, где прославляют, хоть вот такой-то старец, или такой-то батюшка, или такой-то человек, стольких исцеляет, помогает, вот идите все к нему. Вот эта молва, похвала человеческая, а иной раз даже похвала в лицо, очень вредит душе. И поэтому действительно мудрые люди, которые ценили благодеяние Божие, иной раз даже просили Бога отнять этот дар, потому что этот дар может повредить твоей душе. И вот преподобный Саоксирин приводит слова святого Амунна Нитрийского, который, когда шел к преподобному Антонию Великому, и заблудился в пустыне, а тогда пешком ходили по несколько дней, руководствуясь только по звездам и по некоторым внешним признакам в пустыне. И когда он заблудился, он обратился к Богу с такими словами. «Молю тебя, Господи Божий мой, не погуби создание твоего». То есть он не требовал чудес, какого-то сверхъестественной помощи, а просто смиренно попросил. И Господь, как ему было угодно, спас его каким образом? Что явилась с неба рука ангельская и указала ему путь, как следует идти. Преподобный Макарий Великий, тоже один из выдающихся духовных отцов древнего монашества, тоже неоднократно вспоминает, как при нем один молодой инок, молодой еще, то есть духовно неопытный, получил, ну, как бы обладал таким даром, что он даже дикими животными повелевал. И узнав о нем, преподобный Макарий с сокрушением сердца усомнился в его духовном устроении, полезно ли ему это. И через некоторое время пришла весть о духовном падении этого имяка. Падение среди древних монахов подразумевалось падение именно в плотской грех. То есть не всегда дарования могут быть полезны. Поэтому, если такие великие люди, как преподобный Антоний Великий, преподобный Макарий Великий, Амун Нетрийский, преподобный Исаак, Серин и другие, обращали на это внимание, что нельзя требовать у Бога знамения и чудес, а стараться своими силами, с Божьей помощью молиться, трудиться, терпеть, смиряться, восходить. Если Богу угодно, Господь даст тебе этот дар. Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, но Дух дьяволов, который сказал, как сказал некто из любящих Бога, «Клялся я, что умираю всякий день». Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, а мир веселится и наслаждается в покое. То есть, многими скорбами надлежит нам войти в Царствие Божие. Все, шедшие к Богу, шли путем скорбей и терпения их и не требовали от Бога сверхъестественной помощи в облегчении этих скорбей. И, пожалуй, дорогие друзья, самый яркий пример из Священного Писания, который сразу же приходит нам на память, это из 2-го послания Коринфиум слова святого апостола Павла. Те, кто читает Священное Писание, вы сразу поймете, о каком эпизоде мы сейчас говорим. 12 глава. Святой апостол Павел говорит, «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». И далее он пишет, что «Знаю человека во Христе, который лет 14 назад в теле или вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Знаю о таком человеке, не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Апостол Павел говорил это о себе. И вот буквально в 7-м стихе он говорит следующее, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть Бог попускает великому апостолу ангел сатаны, который доручает его плоти, который препятствует его служению, который, ну скажем, современным языком, ему действительно реально мешает. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».» То есть смотрите, трижды апостол просит Бога об удалении от него этого ангела сатаны, который препятствует служению, «И Господь не внял молитвы великого апостола». Почему? Значит, Богу угодно было, что ему надо терпеть именно вот эту немощь, чтобы не превозноситься. «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Поэтому, дорогие друзья, вот в контексте нашего, нашей сейчас беседы, нашего размышления о чудесах и знамениях, почему именно род лукавый и прелюбодейный ищет знамени, и это знамени не дастся ему. Почему все святые отцы церкви, все святые угодники, как раз даже получая некоторые знамения и дары, просили Бога отнять эти дары, чтобы не повредило их душе. Какой вывод мы сделаем? Что искать самовольно знамения и чудес, легкомысленно ими интересоваться? Это противно священному писанию, противно святоотеческой мудрости. Вы сейчас можете, дорогие друзья, задать вопрос. Какое это имеет отношение лично к нам? Самое прямое. Разве не приходят вам по WhatsApp и по самым разным другим и социальным сетям, и всем остальным средствам современной массовой информации какие-то сведения о том, что где-то кто-то увидел на небе некую фигуру, отдаленно напоминающую человеческую. И говорит, вот явилась Пресвятая Богородица. Где-то. Кто-то где-то сфотографировал. И надо обладать очень богатым воображением, чтобы вот это не совсем понятное некое, так сказать, из облаков или из лучей света изображение признать заявление Пресвятой Богородицы или ангела. Кто-то где-то фотография о том, что на стене появилась какая-то фреска и опять-таки надо очень хорошо пофантазировать отдаленно напоминающую человеческую фигуру или человеческое лицо и друг другу рассылать. Говорит, вот там-то явление Божьей Матери или какого-то святого. Где-то кто-то еще что-то сказал или в некой квартире, как достаточно часто, часто в интернете есть даже целый сегмент, скажем так, роликов как раз для интересующейся такого рода тематикой. В квартире какой-нибудь женщины, в общем-то, обычные современные женщины вдруг начинают мироточить все иконы, причем не только все иконы подряд, и бумажные, и деревянные, но даже косяки дверей. И вот женщина дает интервью, дает это достаточно охотно. Обычная современная женщина с макияжем на обычной светской работе. И вот интерес к такого рода чудесам, интерес к такого рода знамени, рассылать друг другу. Иной раз, если вы об этом узнаете и рассылаете другим, или у вас появляется желание поехать и посмотреть, или вглядываться в какую-то очень сомнительную фотографию. Вот это все, когда в нас есть. Откуда это? Святые Отцы Церкви и Священное Писание не приветствует такое отношение к знаменям и чудесам. Сам Господь Иисус Христос, Который есть путь истины и жизнь, он говорит, что род лукавый и прелюбодейный знамени ищет, и знамения не дастся ему. То есть знамения от Бога не дадутся роду лукавому и прелюбодейному. И отвечая парисеям, которые требовали знамения с неба, Господь тяжело вздохнув, вздохнув со скорбью, сказал, для чего род сей требует знамений. То есть Богом не благословляется именно вот этот интерес, вот это дешевое, скажем, с уверенным языком, легкомысленное увлечение знамений и чудесами. Потому что именно этими знамениями и чудесами, особенно творимыми в воздушном пространстве, и привлечет к себе, к погибели, как раз антихрист, о котором мы знаем Священное Писание, что он придет как раз в конце человеческой истории, и как в Евангелии сказано, будет творить великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Давайте будем повнимательнее, дорогие друзья. Если вам приходит подобная рассылка, или кто-то пытается чем-то заинтересовать, и сказать, давай поедем, посмотрим, где-то что-то произошло, где-то что-то начал мироточить, или какие-то где-то голоса, кто-то что-то увидел во сне или наяву, проявите благоразумное трезвомыслие. Интерес к такого рода явлениям не пройдет бесследно для души. Очень мудро святитель Игнатий Бринчанинов пишет, что даже поверхностное любопытство к такого рода знаменим и чудесам приведет душу к очень серьезным духовным повреждениям. Давайте будем трезвомыслины и благоразумны, будем укрепляться верой и помнить, что главное – это священное писание, молитва к Богу и покаяние. Осознание своей греховности, говорят многие святые отцы церкви, видение своих грехов, это несравненно выше, чем видеть ангелов и святых и обладать какими-то чудесами. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok